Добрый день, уважаемые коллеги! Как хорошо меня слышно! Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Раз, два, три, раз, два, три. Коллеги, добрый день! Раз, два, три. Слышите ли вы меня, коллеги? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Ага, понятно. Ну, если кто-то слышит, значит, слышать должны все. Спасибо. Сегодня наш вебинар буду вести я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа. И наша сегодняшняя тема посвящена нашему открытому проекту, который называется «Артпортал». Название его, сегодняшнего вебинара, может быть такое, достаточно сухое. Ресурсы «Артпорталы» для уроков мировой художественной культуры и художественного развития школьника. На самом деле, конечно, тема будет гораздо шире. Она будет посвящена всему нашему проекту. Я прошу прощения, сегодня, возможно, буду говорить более тихо, потому что, по-моему, какой-то вирус подхватил, мне тяжело говорить. Но, надеюсь, мы наш вебинар удачно сегодня проведем. Пару слов в начале, как всегда, по поводу вообще наших вебинаров и по технологии ведения вебинаров. Как всегда, сегодняшнюю презентацию вы можете скачать в окне ресурсы. Окно ресурсы у вас откроется, если вы нажмете вот на эту кнопочку. Примерно показываю направление. Здесь вы видите ряд кнопочек наверху, поднятая рука, смайлик и открывающаяся папочка желтая. Вот если вы нажимаете на эту папку, то у вас справа от презентации откроется окошко под названием «Ресурсы». В этом окне вы можете видеть ряд ссылок. Это названия ссылок, сопровождаемые иконкой в виде земного шара. И, собственно, презентация наша сегодняшняя, она обозначена иконкой дискетки. Вот при нажатии на вот эту вот кнопку в виде дискетки, обращая внимание, именно на эту кнопку, вы можете скачать нашу сегодняшнюю презентацию. Это моя презентация. И я, как всегда, говорю, что всегда все мои презентации вы можете использовать для своих собственных семинаров, если есть такая нужда. Ну, желательно с указанием на источник. Вот, ну, по крайней мере, мы не делаем из наших презентаций какого-то секрета. Пожалуйста, любой материал можете использовать. Спасибо. Я вижу вот тут развернутая благодарность. Очень приятно такое видеть в нашем чате. Спасибо, Юлия Борисовна. Вот, значит, да, разумеется, чтобы потом лучше видеть презентацию, вы можете просто снова закрыть это окошечко ресурса, оно вам больше, скорее всего, не понадобится. Хотел бы также напомнить, что в самом начале чата, если отмотаете, есть две полезные ссылки. Первая ссылка на расписание наших вебинаров. Расписание наших вебинаров, ну, по возможности, фиксировано на ближайшие, на первое полугодие 2017 года, то есть до июня месяца, включая июнь, вы можете зарегистрироваться на любой вебинар. По возможности это расписание будет оставлено неизменным. Конечно, иногда бывают изменения названий, изменения авторов, некоторые переносы, но не так часто это бывает. В принципе, расписание уже зафиксировано, и вебинары договорены с теми, кто будет их проводить. В этом расписании, да, это интерактивное расписание. Записаться на вебинар можно сразу из этого расписания. Расписание составлено в виде такой интерактивной оси времени, на мой взгляд, очень удобный. Если вы будете это расписание отматывать назад, то увидите, что строка зарегистрироваться, она превращается в строку посмотреть запись. И то есть прямо из этого расписания вы можете посмотреть записи наших прошлых вебинаров. Ну, а если подходить к этому последовательно, то все записи всех наших вебинаров и учебных роликов, они хранятся на нашем канале в YouTube. Вот ссылочка на него тоже есть. Я прошу вас подписаться. Это будет, на мой взгляд, хорошим подспорьем для вас. Вы будете всегда все наши вебинары иметь перед собой. Ну, и я хотел бы прорекламировать наш... Не следующий наш вебинар, а вебинар, который будет логически следовать за вот этим вот вебинаром. Это тоже мой вебинар. Сейчас я его продублирую в чат. Этот вебинар будет посвящен артотеке. Артотека – это вот такой вот связанный проект с арт-порталом. Частично о нем вы узнаете сегодня, а более подробно я хотел бы рассказать на вот этом вебинаре, который состоится 6 апреля. И последнее, что я хотел бы сказать перед тем, как начать собственный вебинар, это то, что все присутствующие на наших вебинарах получают электронный именной сертификат. На вашу почту придет ссылка. По этой ссылке надо будет перейти, зарегистрироваться на нашем портале и по ссылке скачать ваш именной сертификат цветной. Его можно распечатать и использовать. Ну что ж, вот, наверное, все наше введение. А теперь перейдем, собственно, к освещению темы. Итак, да, ну, проект уже, наверное, не столько новый. Это немножко такой анахронизм, то, что здесь написано. Но смысл новизны нашей в том, что проект постоянно обновляется, постоянно пополняется и постоянно улучшается. Арт-портал это наш, мы его позиционируем все-таки как учебный ресурс. И поэтому, несмотря на то, что если рассматривать его вот с таких общий интернетовских понятий, это такая, ну, может быть, немного продвинутая галерея изображений, которые в интернете существуют, не только наши. Но, во-первых, у нас есть некоторые особенности, которые позволяют считать этот проект учебным. А во-вторых, просто давайте поразмышляем над смыслом и над нынешним положением в медийной сфере и новой ролью изобразительного ряда в современной жизни. Если еще лет 10 назад чисто текстовая работа студента или аспиранта, ну, тем более выше, научная работа, она воспринималась нормально, то сейчас медийная обстановка изменилась. То есть все мы находимся в состоянии революции медиа. И иллюстративный ряд начинает являться особенно, конечно, в такой области, как искусство, искусствоведение, связанное с предметами в школе и в вузе, связанными с искусствоведением. Оно, конечно, без иллюстративного ряда будет восприниматься, точнее, совсем никак не будет восприниматься. Поэтому подспорьем в таких делах может являться наш проект. Конечно, есть замечательные способы обходиться без любых таких проектов. Это поиск по Google картинкам. Мы это все прекрасно понимаем. Но со своей стороны мы в виде этого проекта пытаемся создать такой корпус иллюстраций и пояснений к ним, который был бы максимально полезен для студента и школьника и позволял бы ему с максимальной пользой использовать это в своих работах, таких как эссе, рефераты, школьные презентации и так далее. Ну, вот главная страничка нашего сайта. Сейчас приведу в чате ссылку на наш сайт, на арт-портал. Всего лишь надо приписать слово ART к нашему базовому интернет-адресу. По поводу интерфейса чуть попозже поговорим. Теперь несколько габаритных параметров. Вот эту ссылочку я привел уже. У нас около 60 тысяч изображений, 6 тысяч авторов, 6 тысяч авторов, хранящихся примерно в 3 тысячах различных музеях, коллекции и так далее. Ну, само по себе, сам по себе размер этот коллекции, он достаточно значительный, хотя, конечно, бывают коллекции и побольше, но несколько десятков тысяч до сотни тысяч изображений, это, конечно, уже достаточно значительная коллекция искусства. Ее можно использовать, ее можно рассматривать как вполне цельную и достаточную для выполнения практически любых запросов учащихся по данной теме. Ну, хочу сказать, вот, например, про соответствующие школьные предметы, то она покрывает, наш арт-портал покрывает и такое направление, как античное искусство, искусство средних веков, очень много информации можно почерпнуть, искусство книжной миниатюры. Вот, кстати, совсем недавно один, по-моему, даже еще не вышел этот проект у нас, в, ну, уже подготовлен в печать, как можно говорить, да, электронную, вышел проект под названием «Абердинский бестиарий». Очень интересный проект с интерактивными путешествиями, с впервые вырезанной в большом качестве и хорошей цветности иллюстрацией из этой замечательной средневековой книжки. Вот, и вот таких проектов у нас несколько. Ну, я уж не говорю о том, что вообще средневековое искусство представлено достаточно хорошо. Европейское искусство эпохи Возрождения и новое искусство, оно представлено наиболее, наверное, полно на нашем арт-портале. То есть эта тема тоже освещена достаточно полно. Здесь можно найти, ну, массу полезной информации. Ну, и, конечно, русские художники представлены достаточно хорошо, 18-го, 19-го, 20-го века. Есть современные произведения. Ну, конечно, современные произведения в меньшей степени, потому что в основном мы стараемся размещать у нас те произведения, которые уже не подлежат защите, защите авторского права. То есть это те произведения, которые поступили в общественное достояние. Но, тем не менее, хотел бы анонсировать. Вот у нас к началу апреля мы собираемся выпустить в нашей арт-портеке проект, который будет посвящен Зинаиде Серебряковой. Как известно, 4-го апреля в Третьяковке открывается беспрецедентная выставка ее работ. Говорят, что это за полвека впервые собрана такая серьезная коллекция ее работ со всех разных мест. И вот мы к этой дате тоже хотим приурочить наш проект арт-портеке. Будет достаточно интересная коллекция ее работ. И некие интерактивные элементы там будут присутствовать. Такие, как ось времени автопортретов Зинаиде Серебряковой и так далее. Но это такой уже анонс. Ну, в общем-то, все эти вводные слова я делал для того, чтобы подчеркнуть, что вся тематика, вся учебная тематика, ну, особенно школьная, это точно, связанная с искусством, она поддержана нашим арт-порталом, ну, считайте, что на 100%. То есть можно точно найти эту информацию. У нас представлены различные стили и направления и жанры. Здесь приведены только некоторые из них. Ну, более того, как потом я расскажу, эти стили и направления и жанры, они могут быть представлены... Они являются и фильтрами, то есть по ним можно отфильтровать всю большую коллекцию арт-портала. Ну, вот, позволю зачитать некоторые. Абстракционизм, барокко, импрессионизм, кубизм, постимпрессионизм, примитивизм, реализм, рококос, символизм, футуризм. Это только некоторые. Насколько помню, там около 30 различных стилей, если не больше. Ну, и то же самое с жанрами, по которым, как я говорил, тоже можно искать и отсеивать информацию. Ну, и наш арт-портал существует уже несколько лет. Тем не менее, хотел бы поделиться трендами последнего года. Первой нашей задачей при создании арт-портала было его наполнение. То есть мы хотели как можно больше произведений поместить в арт-портал. В какой-то момент мы поняли, что достаточной полноты мы уже достигли. Хотя, конечно, какая может быть полнота в этом направлении? Наверное, только где-то на уровне десятков миллионов. Ну, тем не менее, какого-то корпуса, который достаточно полно отражает то, что мы хотели сказать, мы его создали и в последний год пошли по пути большего улучшения качества, нежели наращивания материала. Хотя наращивание материала тоже есть, но оно уже не являлось первоочередной задачей. А первоочередными задачами являлись вот эти пять. Это консолидация информации, то есть большая связность информации между собой, удаление дублей или каких-то произведений, которые должны показываться в одном месте, а показывались как разные. Улучшение качества информации. Я хочу обратить внимание, что у нас информация достаточно полная, и мы ее пополняем. Очень многие галереи, кстати, не вполне пригодны для использования в учебных целях, потому что они не дают полной информации о произведении, о дате написания картины, например, о том, где хранится, какая техника и так далее. Мы стараемся по всем нашим произведениям максимальную информацию давать, чтобы с искусствоведческой точки зрения было все выверено, правильно написано, и это можно было бы использовать. Мы огромное усилие тратим на улучшение качества изображения. Это значит, что если первоначально была залита информация, допустим, в той цветности и в том разрешении, которое было доступно на тот период, а потом появилось более хорошее изображение, вот мы заменяем его на более хорошее. В частности, сейчас у нас очень много стало изображений с разрешением в несколько тысяч пикселей по каждому направлению. Уже такие почти профессиональные изображения, которые можно разглядывать. А некоторые изображения даже, ну, правда, это не в основной коллекции, а в нашей артотеке, изображения сверхвысокой четкости, как говорится, гигапиксельные изображения, по которым мы делаем интерактивные путешествия. Об этом чуть попозже. Следующий тренд последнего года, ну, последних полутора лет скорее, это появление большого раздела, который называется артотека. Он растет опережающими темпами. То есть, вообще говоря, это такой раздел, который уже, наверное, становится отдельным проектом. Ну, тем не менее, мы его держим вот в составе арт-портала. Сейчас, да, вот я имею непосредственное отношение к этому проекту, поэтому могу говорить, сейчас мы уже работаем над 43-м проектом в составе артотеки. Что из себя она представляет, чуть попозже расскажу. Это отдельные проекты, посвященные отдельной теме, последовательному и подробному описанию конкретных тем в искусстве. Ну, и над чем мы работаем тоже достаточно серьезно, это над интерактивностью и мультимедийностью наших работ. Это тоже связано в основном с проектами артотеки. Вот, и об этом я постараюсь тоже рассказать. Да, ну вот теперь пояснение к этим трендам, да. Качество информации. Мы стараемся давать полное описание, год появления работы, материал и технику, точный размер, музей, где это все можно, где хранится это произведение, и город, в котором было это произведение создано. Вот, ну иногда больше тут даже есть всяких материалов. Вот, ну это вот основные, основные параметры произведения, которые важны для понимания контекста, контекста произведения. И вот мы стараемся практически по каждому нашему произведению иметь вот такую вот информацию. Напоминаю, что не каждая галерея, даже достаточно мощные по количеству изображений, имеют вот эту вот искусствоведческую информацию, которая очень важна. Да, по качеству изображений я уже говорил, это разрешение вплоть до гигапиксельного. Ну, конечно, не для каждого произведения, но вот тут эти три пункта я уже осветил. Да, улучшенная цветопередача, постоянная замена изображений на более качественные. Просто хотел бы рассказать о том, что мы сейчас идем в общем тренде. Дело в том, что сейчас появляются новые технологии фотосъемки, и они доходят до сети, до интернета. В последнее время происходит, ну, по сути дела, беспрецедентное увеличение количества качественных изображений искусства в сети. Если еще лет пять назад в поиске можно было найти в основном маленькие картинки, да, то теперь достаточно много хороших картинок, и даже в сети можно найти несколько сотен, а может быть даже больше, картинок гигапиксельного качества. Что такое гигапиксельное качество? Да, это размер примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей, может быть даже больше. Такие изображения делаются при помощи специального оборудования. В частности, компания Google занимается подобными проектами. Они ездят по музеям и делают вот такую вот специальную фотосъемку изображений. Что самое интересное, об этом было в сети достаточно много интересных материалов, о том, что несмотря на то, что компания Google тратит на это достаточно большие деньги, она в основном помещает его в свой собственный портал, посвященный... Я не помню, как это точно называется, свой собственный портал, да. Эти изображения, тем не менее, являются открытыми. Ну, в основном, если это, конечно, произведения давние, да. По закону точное воспроизведение произведения искусства, воспроизведения, фотовоспроизведения произведения искусства не является работой, которая подпадает под действия авторского права. Поэтому вот некоторые мастера из вот таких программистов, они скачивают эти произведения с гуглского портала, где они там не в таком формате, где можно сразу их скачать, вот так вот, как мы привыкли, да, кладут их в Википедию. Там есть даже специальный раздел для гигапиксельных изображений. И на возражения Google говорят, что они действуют в рамках закона, никаких ограничений на точные копии произведения искусства не существует. И это вполне можно использовать в открытом доступе. Да, ну вот тут есть нюансы, да. Если, например, вы сфотографировали произведение в антураже музея вместе с ее рамой и так далее, это уже подпадает под понятие авторского права и музейного права. А если вы вырезали этот кусочек и предоставили только само произведение, то это уже вполне открытый источник, и можно его легально использовать. Если, конечно, само произведение уже поступило в состав общественного достояния. Ну и, конечно, этим фактом мы пользуемся, и такие изображения мы кладем на наш арт-портал и используем в нашей арт-отеке, как я чуть позже расскажу. Да, ну и вот еще один тренд этой интерактивности мультимедиа. Мы стараемся использовать доступные нам механизмы и инструменты для лучшей подачи того, что мы хотим сказать. Это, во-первых, галереи изображений, выполненные в виде лонгридов. Опять же, поговорим чуть попозже об этом стиле. Это использование слайдеров различных, использование осей времени, когда изображения нанизаны на некоторую ось в соответствии с временным контекстом их создания. Это применение различных видео. И это интерактивные путешествия, которые позволяют путешествовать по какому-то полотну и рассматривать его отдельные детали, если это полотно оцифровано с высокой четкостью. Ну, пару слов теперь давайте поговорим об интерфейсе. Интерфейс, ну, в основном он, интерфейс арт-портала, в основном он понятен. Ну, тем не менее, чуть-чуть подробнее его опишу. В левом углу располагается ряд кнопочек. Эти кнопки управляют фильтрацией по видам искусства. Это живопись, графика. Сверху вниз читаю кнопочки архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство и художественное искусство для театра. Да, ну вот давайте рассматривать, что происходит при нажатии на каждую из этих кнопочек. Вот при нажатии на живопись сначала появляется список живописных полотен, на которые можно, в свою очередь, наложить какие-то фильтры. А вот так выглядит произведение после того, как вы выбрали конкретную картину. Как я уже говорил, вот здесь подробное описание картины и внизу кнопочки для подписчиков. Это добавить в коллекцию и скачать. Ну, кнопочка скачать – это такой анахронизм, потому что, конечно, сейчас в основном все пользуются просто, все знают, как скачать из браузера изображение. По правой кнопочке просто сделать, сохранить изображение и все, да. Ну вот, исторически у нас эта кнопка существует. Вот она пока есть. Графика. Ну вот я на примере каждого из этих объектов буду показывать новые возможности интерфейса. Это графика. Вот внутри графики я хотел бы обратить… Да, ну вот вы видите, что вот здесь, например, гораздо более обширное описание. Здесь и автор, и год, и стиль, и жанр, и вид искусства, и материал, техника, и размер, и страна, город, и местоположение, то есть где находится это сейчас, в каком музее. Вот это вот по некоторым произведениям вот такое вот достаточно подробное описание можно скачать. А здесь я хотел бы обратить внимание на вот этот вот пункт. Внизу под самим изображением есть рекомендуемые для просмотра объекты. Это объекты, которые в той или иной степени похожи на то произведение, которое вы выбрали. Произведение архитектуры. Ну, хочу сказать, что у нас в основном, конечно, проект посвящен… В основном включает в себя произведения живописи и графики, но и произведения других видов тоже у нас присутствуют, и вот в частности архитектуры. Ну, конечно, по-хорошему, по архитектуре надо делать, наверное, отдельный проект. Ну, тем не менее, архитектура у нас тоже представлена достаточно неплохо. Ну, и вот на примере архитектурного произведения я хотел бы привести пример того, что находится наверху. Наверху вы видите такой элемент интерфейса, который программисты называют хлебными крошками. То есть это последовательная развернутая информация об иерархии относительно главной страницы сайда. Вот здесь вы видите главные виды искусства – архитектура. Это по этому иерархическому принципу вы переходите к этой картине. Не обязательно вы пользуетесь всем этим рядом, да, но вы можете в любой момент откатиться на любой из верхних иерархических уровней, чтобы возобновить как-то свой поиск. Скульптура. Да, ну вот здесь на скульптуре можно показать, как можно работать с отдельным произведением, с отдельным изображением в режиме увеличения. Если вы являетесь подписчиком арт-портала, то вам доступны изображения в полном разрешении. Полное разрешение – это иногда многие тысячи пикселей. И вы можете, в этом случае вы можете рассматривать это произведение с увеличением. Даже тогда, когда произведение не дано в очень большом разрешении, все равно увеличение является полезной функцией, потому что иногда хочется приблизить и посмотреть, что изображено. Даже если это происходит без увеличения четкости, иногда этот инструмент полезен, и вот им можно воспользоваться. Ну, и также тут возникает возможность добавить произведение в галерею, посмотреть описание этого произведения, поделиться в соцсетях, скачать. Ну, вот это вот, опять же, это некий анахронизм, конечно. Ну, и посмотреть другие связанные работы. Кстати, по поводу пункта «Поделиться». Ну, не знаю, может быть, сейчас немножко преждевременно говорить об этой функции. Ну, вот есть у нас такое предложение, возможно, мы его реализуем. Это доступ, бесплатный доступ к полноформатным изображениям, изображениям в лучшей четкости для тех, кто поделится этим изображением в соцсетях. То есть предполагается давать доступ к данной картинке, полный доступ к лучшему изображению этой картинки, если кто-то из наших слушателей поделится этой картинкой в соцсети. Мне кажется, достаточно разумное предложение. Я постараюсь, чтобы это было внедрено. Да, ну вот тут показано увеличение очень большой картинки. Вот эта картинка, которая существует в очень хорошем качестве. Ну, кстати, потом подробнее об этом поговорим. Вот, если не видно, давайте я здесь нарисую. Вот в данном случае изображен вот этот вот маленький кусочек. Я обращаю ваше внимание, вообще, насколько полезна современная концепция представления изображения в сверхвысоком качестве. Оно дает нам возможности просматривать изображение в некотором смысле даже лучше, чем если бы вы глазами смотрели его, придя в музей. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас, присутствуя в Третьяковке и рассматривая полотно «Явление Христа народу», видел, например, вот такие вот подробности, да? Вот обратите внимание, что за спиной апостолов где-то там далеко за рекой еще изображены мелкие фигуры людей, взывающих, что-то говорящих, кричащих, да? Вот обычно никто этого не замечает. А произведение вот сверхвысокой четкости позволяет вот это все увидеть и в некотором смысле чувствовать себя даже лучше, чем непосредственные посетители музея, которые это все рассматривают глазами. Ну, здесь стрелка указывает на декоративно-прикладное искусство. Ну и здесь мы можем познакомиться с поиском и фильтром внутри разделов. Фильтр вы всегда можете наложить. Это фильтр по стране, по автору, ну и по другим тоже, по многим другим параметрам. Ну и вот эти же фильтры наложены вот здесь вот внизу. Их можно применить сразу. Ой, прошу прощения, как-то криво нарисовал. Ну вот, не буду все выделять. Вот в нижней части сайта вы сразу можете перейти в галерею по музеям, по авторам, по странам, по жанрам, по эпохам и стилям. Ну и отдельно здесь вот это не фильтр, это переход к отдельному проекту в рамках арт-портала. Какая еще есть информация, кроме той, о которой я говорил? Отдельно приведены биографии авторов. Ну, конечно, не все 6000 авторов имеют биографии, но основные авторы, которых надо знать и которые используются, в частности, в учебном процессе, они имеют достаточно обширные биографии для того, чтобы эти биографии использовать в своих производных учебных работах, таких как рефераты, эссеи и так далее. Снизу под автором приводятся, ну, во-первых, вот эти вот две кнопочки, это те области искусства, в которых работал данный автор. Ну, вот в частности, Боск, он работал в живописи и в графике. А еще ниже приводятся, если они есть, конечно, в нашем интернет-магазине, книги, в которых этот автор каким-то образом упомянут. Но в данном случае это книга «Сто художников», книга о музее Прада и непосредственно книга, посвященная самому Боску. Кстати, эти книги достаточно дешево в электронном виде стоят в нашем интернет-магазине, но это уже отдельный вопрос. В данном случае важно, что вот этот вот контекст связи с какими-то книгами, он существует и он выполнен не просто в виде каких-то библиографических описаний, а непосредственными переходами на сайт, где эти книжки можно посмотреть, либо приобрести. При переходе на кнопку «Музеи» можно познакомиться с подробным описанием многих музеев, ну, большинства, по крайней мере, музеев, все крупные музеи описаны. Это адрес музея, история музея, основная информация о музее, и, что важно, переход на официальный сайт музея. Это не просто вот дань интернетской традиции делать ссылку, а еще в этом есть и далекий смысл, такой очень важный именно для учебной работы. Дело в том, что очень многие музеи сейчас выкладывают на свои сайты в открытом доступе большое количество информации, причем часто в хорошем качестве, очень из своих запасников информация. Не только то, что выставлено, но и также информация о том, что есть в запасниках. Иногда это сотни произведений, иногда тысячи, а для некоторых музеев это полная оцифровка, это сотни тысяч произведений, это совершенно замечательные коллекции. Некоторые музеи выкладывают, вот, кстати, по-моему, как раз британский музей, выкладывают 3D-изображения своих тех произведений, которые являются объемными, такими как скульптуры, археологические находки и так далее. Это вообще совершенно незабываемое зрелище, когда вы это смотрите, когда вы можете обойти это со всех сторон и разглядеть даже, наверное, немножко лучше, чем в самом музее, потому что просто эту камеру пускают за заграждение, и со всех сторон она осматривает этот объект. Это просто очень ценно и дает большой познавательный эффект. Поэтому эти ссылки – это очень важная вещь, и ими, конечно, надо пользоваться. Информация по эпохам и стилям. Ну, вот тут я хочу показать, что у нас, к сожалению, очень мелко изображено, мелкий достаточный интерфейс. В качестве фильтра можно применять ось времени, то есть выбирать ту эпоху, по которой вы хотите получить информацию, то есть сократить область вашего поиска до каких-то разумных рамок во временном контексте. Какие возможности приобретают пользователи зарегистрированные? Ну, вот тут есть просто зарегистрированный пользователь, но бесплатный, а есть пользователь, который приобрел платный доступ. Вот пользователь, который приобрел платный доступ, он получает доступ ко всем проектам артотеки и ко всем увеличенным изображениям. А просто зарегистрированный пользователь, он получает возможность создавать галереи и коллекции. То есть это такие выборки, в которых, куда вы помещаете полотно и делаете, ну, можно сказать, что делаете некие наборы, создаете некие наборы изображений, которые можно потом будет использовать где-то для ваших собственных целей. Вот так вот примерно делается добавление галереи. Есть для этого специальный функционал. Ну, честно говоря, не хочу на этом особо внимания ваше сосредотачивать. Вот просто знаете, что такой инструмент есть. Вы можете создать галерею, дать ей имя, а потом добавлять туда изображения по мере их... Это если вы зарегистрировались даже бесплатно, но зарегистрировались под своим именем. А потом, просматривая произведение, вы можете нажимать на плюсик и добавлять в ту галерею, которую вы создали. Ну, вот так вот эти вот галереи выглядят в вашем личном кабинете. Да, ну, про это не будем. Как я уже говорил, скачанные объекты – это анахронизм. Про поиск. Поиск есть, как всегда, и обычный, и расширенный. Обычный поиск – это то, что вы пытаетесь найти путем просто задания ключевой фразы. А расширенный поиск, он налагает ряд фильтров, хронологические фильтры, фильтры по параметрам, ну и так далее. Да, ну, вот здесь то же самое говорится. Ну, и, наконец, мы переходим в раздел «Ортотеки». «Ортотеке» будет посвящен наш отдельный вебинар. Но, тем не менее, вот не могу не затронуть здесь это подробнее. Мы стали заниматься этим проектом примерно полтора года назад. И у нас уже, вот, как я говорю, скоро пойдет 43-й объект нашей «Ортотеки», что представляет из себя «Ортотека». «Ортотека» – это набор проектов. Каждый из этих проектов выглядит в виде лонгрида. Есть такое понятие в современном медийном поле «long grid» или «web documentary», иногда говорят. Это отдельная длинная большая страница, хорошо сверстанная, имеющая хорошую структуру. С большим количеством иллюстраций, с мультимедийными элементами, с интерактивными элементами, описывающие какую-то одну тему. Да, ну и с большим количеством текстов тоже. Вообще, откуда пошло понятие «long grid»? Вот так вот, чисто понятийно. Большинство из нас выросло в парадигме длинных текстов. Мы умеем читать книжки, к счастью. Но современное чтение в интернете построено по другому принципу. Очень трудно читать длинные тексты прямо с экрана. Люди привыкли читать очень коротко. Поэтому возникла целая специальная индустрия и специальная необходимость. Пошло это от СМИ, от средств массовой информации, когда вдруг поняли, что потребность передать достаточно длинный текст есть. А если его передавать просто в виде длинного текста на странице, то его никто не читает. Поэтому возникла концепция «long grid» как вот такого сильно структурированного, хорошо отверстанного и снабженного интерактивными и мультимедийными элементами произведения. Вот это произведение формально выполнено в виде отдельной длинной большой страницы. То есть это не переход между различными страницами сайта, а одна большая полоска. Но на ней приняты все меры для того, чтобы ее было интересно, удобно читать и чтобы она была дополнительными какими-то, как-то дополнительно проиллюстрирована. Вот такой вот вид проектов мы приняли за основу в нашей артотеке и посвятили его отдельным направлениям в искусстве, отдельным авторам и даже иногда отдельным полотнам. Для того, чтобы перейти на артотеку, надо на главной странице арт-портала выбрать вот этот вот пункт «Меню» снизу. И мы переходим вот в такой набор плиток, как сейчас говорят. Каждая из плиток – это отдельный проект. Среди них есть четыре проекта в свободном доступе. Это образ Иисуса Христа, искусство Китая, книжная миниатюра и интерактивное путешествие по произведению Иванова «Явление Христа народу». Наш вот арт-проект, то есть арт-отека, в нем есть разные разделы. Первый раздел – это такие вот авторские арт-проекты, то есть то, что сделано нами специально для арт-отеки и не основывается на каком-то предыдущем произведении, которое существовало или которое мы до этого сделали. Вот в среде таких проектов – это три проекта интерактивных путешествий «Явление Христа народу», два проекта по Иерониму Босху, точнее это сдвоенный проект. Он очень большой, объемный, поэтому это один лонгрид, как два проекта идут. Дальше произведения такие, такие проекты, как искусство Египта, искусство Китая, искусство скульптуры, искусство Японии. Отдельный проект, вот как раз архитектурный проект по творчеству Бальтазара Ноймана. Отдельный проект по итальянскому и отдельный по северному возрождению. Проект, посвященный пейзажу. Ну и некоторые другие объекты. Внутри этих проектов тоже существует в каждом своя изюминка. Либо это интерактивные оси времени, либо что-то еще. Либо, например, как в первых двух пунктах, это еще более глубокие такие интерактивные элементы, как интерактивное путешествие. О них я чуть попозже расскажу. Ну и есть такие вот интерактивные альбомы. Это более традиционные подачи информации. Они сделаны на основе наших же книжных альбомов, которые издательство Директ Медиа совместно с издательством Комсомольская правда выпускает. Их вы можете найти в книжных магазинах. Это достаточно доступные, с другой стороны, очень интересные книжки по искусству, по художникам, по архитекторам, по музеям. И вот на основе лучших из этих книжек мы делаем уже интерактивные альбомы. В каждом из них примерно до сотни изображений. Эти изображения непосредственно вверстаны в сам Long Read. Их можно сразу посмотреть. В отличие, например, от вот этих вот проектов, которые на предыдущие были. Ну вот, например, вот здесь вот образ Иисуса Христа в европейском искусстве. Тут более 500 произведений. Они бы, конечно, не поместились прямо на одну страницу. Поэтому они даны вот в интерактивном таком слайдере в оси времени. Здесь же работы расположены прямо непосредственно, их можно смотреть из самого Long Read. Ну и здесь даны достаточно серьезные и большие объемы текстов. Они, правда, спрятаны. То есть надо нажать на специальный плюсик, чтобы их открыть и прочитать. Иначе будет слишком длинная страница, неинтересно будет. Вот. Но по каждому из этих альбомов существует достаточно большой текст. К каждому полотну пояснения. И это вот тоже отличает вот этот вид наших арт-проектов. Вот эти вот Long Read, они отличаются тем, что в них много полноформатных изображений. То есть начинаются они с вот такой вот полноэкранной обложки высокого разрешения. И дальше уже идут описания. Нескольких типов у нас есть проекты. Это интерактивная страница. Это исторически самый первый вид наших проектов. В частности, искусство Китая так сделано. И еще пара проектов таких. Второй, это вот самый продвинутый вид наших проектов. Это интерактивная карта или интерактивное путешествие по отдельному произведению. Ну и вот самый популярный вид, в том смысле, что их больше всего проектов, это Long Read. О нем я уже рассказал, как он строится. Ну, собственно, интерактивные карты, они тоже строятся в рамках Long Read, только внутри них существует такой вот большой интерактивный элемент. Вот первая интерактивная страница, она выглядит примерно так. Ну, это вот такая страница, сделанная силами наших программистов. То есть такая вот собственная верстка. На каждый пункт здесь можно нажимать и получать уточнение либо текста, либо переход в специальный слайдер, в котором можно посмотреть изображение. Да, ну вот еще один проект, сделанный в такой вот манере. Это 20 замки Европы. Вот такой вот слайдер, в котором можно это все смотреть. Вот так вот выглядят главные страницы Long Read по музеям и отдельным художникам. Внутри имеются разделы, внутри каждого Long Read. То есть это примерно от 4-5 до 14 отдельных главок. Внутри главок, вот каждая глава описана вот примерно так. То есть есть какое-то введение, описание, отдельные иллюстрации, которые поясняют данную главу. Ну, а сами произведения описаны в виде вот таких вот сдвоенных или стройных изображений с подробными описаниями. Ну и более того, здесь не показано, как это. После каждой главы есть текст, который можно отчелкнуть и почитать уже подробно про каждое произведение. Не только вот эту вот информацию, да, но и там 2-3 абзаца описания про каждую работу. Вот это один из проектов, который представлен интерактивный проект. Это еще не интерактивное путешествие, но проект с большой долей интерактивности. Там, как я говорил, вот здесь вот написано 517 иллюстраций, 8 интерактивных таймлайнов по каждому из разделов. Это один из самых обширных наших проектов, где 517 иллюстраций. И вот эти иллюстрации размещены внутри вот таких вот осенней времени. Вот здесь, к сожалению, серым цветом не очень хорошо видно, наверное, у вас. Ну, смысл в том, что сверху представлены сами произведения, а снизу представлена ось времени. И все произведения уложены на вот эту ось времени. Ее можно раздвигать, изменять масштаб или переходить либо по слайдеру вот этому, либо тыкая мышкой непосредственно в обозначении данного произведения, листать, ну и так далее. То есть это такой специальный интерактивный элемент, который создан в специальном инструменте для производства осей времени. Да, ну и вот есть самый такой продвинутый вид наших арт-проектов. Это интерактивные карты или интерактивные путешествия по отдельным полотнам. Ну, здесь я могу привести вам один пример. Подробнее мы будем об этом говорить на том вебинаре, который состоится по поводу ортотеки конкретно, до 6 апреля. Кстати, будет еще один вебинар, посвященный уже конкретным произведениям, вот этим вот интерактивным картам. И, кстати, еще набралось еще достаточное количество, кроме тех двух, которые я сказал. А здесь я просто приведу один единственный пример интерактивного путешествия. Он находится в свободном доступе, поэтому можете его прямо сейчас и посмотреть. Вот, сейчас мы до него дойдем и в нашей презентации. Да, ну вот основные характеристики, вот, например, нашего интерактивного путешествия по саду земных наслаждений Иеронима Босха. Два отдельных путешествия, одно с обзором триптиха, второе, такое вот, наше авторское, это показ всех животных, которые изображены на этом полотне. Ну, на самом деле, это замечательное во всех смыслах полотно, да, и в том числе и в том количестве деталей, которые там прорисованы. Вот, в частности, на нем изображено, наверное, около тысячи различных животных, ну, некоторые буквально там в стаях, точками там и так далее. Но даже тех животных, которые можно отдельно отметить, их более в двухсот. И вот в одном из наших интерактивных путешествий мы пытались найти аналог для каждого из этих животных, привести его, современную фотографию такого животного, какое-то краткое описание сделать и так далее. Ну, а второе путешествие, оно просто по обзорное, по полотну. В этом произведении отдельно 300 слайдов, то есть 300 увеличенных фрагментов произведения садземных наслаждений. Общее разрешение картинки вот такое вот, почти гигапиксельное, то есть 30 тысяч на 17 тысяч пикселей. Ну, и плюс примерно 250 дополнительных медиаресурсов мы использовали, таких, как дополнительные картинки поясняющие и иногда видеофрагменты. Ну, вот так, например, выглядит один из слайдов. Вот здесь вы видите увеличенное изображение с картины, а здесь поясняющий текст и какое-то дополнительное изображение, которое приведено и поясняет уже к этому поясняющему тексту, который говорит, откуда, например, Боск взял вот эту картинку или еще что-нибудь такое. Ну, и вот та ссылка, которую я привел, она тоже достаточно хороша. Это тоже тот элемент артотеки, которым мы гордимся. Это тот проект артотеки, которым мы гордимся. Это Александр Иванов, «Явление Христа народу. Интерактивная карта». На этом произведении тоже есть что порассматривать подробнее. Там у нас более 50 кадров. Причем вот тут такой у нас использован уникальный подход. Не только пояснения. Вообще интерактивное путешествие делится на две части. В первом просто описываются разные фигуры, как их рассматривает искусствоведение, что это за фигуры. Некоторые фигуры поименованы, такие как, собственно, Спаситель, Иоанн Креститель, фигуры апостолов, некоторые безымянные фигуры. Вот все они здесь показаны, эти фигуры. Ну, основные, по крайней мере, есть там совсем удаленные фигуры, они группой показаны. А вторая часть, она посвящена тому, как Иванов эти фигуры создавал. То есть, вот здесь вот, например, приведены... Ну, к этому полотну Иванов сделал примерно четыре тысячи... Ой, четыре тысячи... Примерно четыре сотни дополнительных эскизов. То есть, сначала он заставлял позировать натурщиков или натурщиц, потом брал оттуда какие-то типичные изображения, выражения лиц и уже их использовал на данном полотне. И вот эти эскизы, они частично приведены вот здесь вот. Ну, и, наконец, до конца мы добрались по поводу Ортотеки. На Ортотеку можно подписаться индивидуально. Да, ну, Ортотека – это два новых проекта каждый год. Каждый, прошу прощения, каждый месяц. То есть, 24 новых проекта за год. Можно подписаться на полгода за 800 рублей, либо за 1400 рублей можно подписаться на год. Подписка находится прямо в нашем интернет-магазине. Это несложно сделать через электронные деньги. Есть корпоративная подписка для вузов и других учреждений. Стоит она 20 тысяч на год. Ну, и есть наше специальное бонус для учебных заведений культуры и искусства. Мы на 6 месяцев предоставляем бесплатный доступ, полный к карт-порталу. Можете им пользоваться и подключаться просто по звонку к нам. Это наши менеджеры сделают. Да, напоминаю, что в нашей Ортотеке есть открытые, 4 открытых проекта. То есть, вот, пройдя по ссылке на Ортотеку, вы можете их найти и посмотреть. Это уже упомянутое «Явление Христа народу», «Образ Иисуса Христа в европейском искусстве», «Искусство Китая» и «Книжные миниатюры» тоже очень классный проект. Кстати, там такие интересные картинки. Вообще, очень много людей сейчас, прямо как дети, любят эти картинки. То есть, картинки стали такой основой нашей современной медийной действительности. Поэтому я вот так и говорю, что красивые картинки, взятые из различных книг, вот в этом открытом проекте тоже приведены. Все, мы дошли до конца. Присоединяйтесь к нам, будет интересно. Приходите на… Специально я здесь не заострил внимание на тех наилучших наших проектах Ортотеки. Хотел бы рассказать о них отдельно на следующем вебинаре. Приходите на следующий вебинар. Надеюсь, я вам расскажу об этом подробнее. Коллеги, есть ли какие-то вопросы у вас? Да, я хотел бы, чтобы вы поделились со своими коллегами теми ссылками на вебинары, которые мы даем. Здорово было бы, если бы на следующий вебинар по Ортотеке пришло бы побольше народу. Ну, вот, мне вот на эту тему очень интересно рассказывать. К сожалению, не всегда много народу приходит. На другие вебинары иногда приходит и по 100 человек. Да, вот на этот вебинар пришло только 20 человек. Ну, ничего, я буду рассказывать при необходимости и для двух. Вот, тем более, что записи вебинара, они фиксируются и размещаются на нашем видеопортале. Потом их можно использовать для тоже, для ваших нужд. Что ж, коллеги, тогда будем прощаться. Спасибо, что вы все пришли. Я еще минут на пять останусь в чате. Да, Елена Николаевна, спасибо вам тоже. Приходите еще, будет еще интересно. Я еще на пять минут остаюсь в чате. Если будут вопросы, отвечу, а из эфира ухожу. Добро пожаловать на наши новые вебинары. До свидания. А, Елена Брестина, спасибо. Спасибо.